Выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО открывает большие возможности для гармоничного физического развития. И заботиться об этом нужно уже в школьном возрасте. Смотрите наш репортаж из бассейна «Дельфин». Свой бассейн есть далеко не в каждом муниципалитете. Благодаря заботе местной власти, учащиеся учреждения образования Славянска-на-Кубани и Славянского района могут не только учиться плавать, но и осваивать тонкости этого вида спорта. Здесь постоянно проходит и выполнение нормативов ГТО по плаванию. Плавание – это жизненно необходимый навык для каждого человека. Для этого у нас для школьников предусмотрены все условия. Администрация предоставляет бесплатное занятие для школ города три раза в день. То есть по графику, который составляет управление образованием, школы бесплатно приходят и учатся у нас плавать. Плавание включено у нас как вид спорта в сдаче норм ГТО. Вот сейчас у нас проходит второй фестиваль сдачи норм ГТО. Уже пять школ у нас сдали эти нормативы. Вот сейчас у нас сегодня сдаёт шестая, семнадцатая школа эти нормы. Ребята показывают свой уровень. В бассейне «Дельфин» в рамках фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди образовательных организаций района выступили юные славянцы из третьей, пятой, шестнадцатой, восемнадцатой и двадцать пятой школ. И учащиеся с семнадцатой школы соревновались между собой в скорости плавания, одновременно сдавая нормативы ГТО. Я люблю физкультуру и спорт, особенно плавание. Сегодня произошло радостное событие, и мы с моим классом отправились в бассейн сдавать нормы ГТО по плаванию. Я проплыл пятьдесят метров за пятьдесят пять секунд. Такие состязания для ребят – большая радость и одновременно ответственность. Школьники справились с поставленной задачей и проплыли пятьдесят метров вольным стилем за установленное возрастными нормами время. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События». Дмитрий Волошин, программа «События».